Коста-Рика Страна с таким названием просто не может быть скучной и серой Давайте вдохнем полной грудью и отправимся в путешествие по этой удивительной земле Но кто-то опять не угадал, что вы пошлете меня именно сюда Раз, два, три, четыре, пять Всем привет, это Пошли Бедникова и прямо сейчас я нахожусь в Коста-Рике Вот она за моей спиной Как вы поняли, я тоже не думал, что выиграет эта страна, победит какой-то Нью-Йорк, например, я туда хотел Но ваше голосование это святое Как говорил классик, Коста-Рика, так Коста-Рика Коста-Рика Для нашего уха это название звучит все еще максимально экзотично Возможно, именно поэтому вы меня сюда и послали Это одна из самых маленьких стран Центральной Америки Расположена в узкой части перешейка, соединяющего два континента С одной стороны Тихий океан, в другой Карибское море И со всех сторон музыка, танцы и счастливые люди Столица Коста-Рики, Сан-Хосе, находится в горах Испанские колонизаторы решили разместиться именно тут Потому что в тропическом климате побережье еще более жарко, чем в столице На высоте более тысячи метров чуть менее напряжно заниматься своими колонизаторскими делами Плюс отсюда быстрее добраться как к Тихому, так и к Атлантическому океану А ну, давай, аж шторы Почему-то я не подумал, что из Ванкувера вы пошлете меня в такое пекло Поэтому приехал я сюда неподготовленным Короче говоря, столица встретила меня тепло Я бы даже сказал, слишком Посмотрите, местные все ищут какую-нибудь тень, дерево Вот так вот садятся и ничего не делают Такая Коста-Риканская съеста А в 7 часов, наверное, как только солнце падает О, все, пора домой Мы спать Пока вы голосовали, куда послать меня внутри страны У меня было время познакомиться с городом Первое впечатление – местные очень открытые С удовольствием потратят свое время на любопытного дурачка, вроде меня Я вот когда в тот раз приезжал с Орлом и Решкой в Коста-Рику, я запомнил все лишь две вещи Я запомнил, что здесь есть классные пляжи Килиан Баппе Килиан Баппе Это футболист, футболисты знают французы Килиан Бампе Килиан Бампе А второе, что здесь обалденно вкусные фрукты, ананасы Они очень сочные Извините Ананас Пинья Пинья Ок Пинья Ок Я не понимаю, что происходит Ну так классно Говорит, иди замалым Он сейчас тебе отрежет ананас Или язык твой отрежет Вот так у пацана меняются очень быстро приоритеты 30 секунд назад был Киллиан Баппе, а сейчас уже Лионель Месси Боюсь, вернемся обратно, будет Артем Милевский Если у моего фруктового кореша менялись приоритеты, то у меня они не изменились Я все так же хотел ананас Мы идем за ананасом, так долго за ананасом я еще не шел никогда Какой он вкусный, какой классный, сочный Давай, давай, давай Тоже 500, все по 500 А вот ночью таким ножиком могут и, на самом деле это не смешно, но могут гушмангы Даже в такой стране, как Коста-Рика, такси одинаковое, одинаковый цвет, все красные машины Как в Нью-Йорке, если в Нью-Йорке желтое, то в Коста-Рике красное Смотрите, все красиво, одинаковые машинки, одинаковый цвет, все стоят, ждут Но не одинаковая цена, ребята, возле отелей, тем более в ночное время, возле баров, ресторанов Стоимость дороже, поэтому лучше ловите все с руки А вот и водители такси, вот ребята стоят о чем-то, разговаривают, спорят Все свои Улицы Сан-Хосе довольно узкие, а машин с каждым годом становится все больше Властям приходится бороться с пробками в городе интересным способом Машины, у которых номера заканчиваются на единицу или двойку, не имеют права въезжать в центр по понедельникам Тройки и четверки не могут въезжать по вторникам, ну и так далее Еще один непривычный для нас закон, здесь всегда с собой нужно носить документ Странно, но полиция меня еще ни разу не задержала, пришлось нарываться Да, с английским тут не у всех хорошо Вы говорите английский? Да, немного У вас есть паспорт? Документ Да У вас есть У меня есть ИД ИД, да? Да Хорошо Извините, у вас есть паспорт? ИД Документ Да Можете мне показать? У меня есть Хорошо, я вижу У вас есть ИД? Да У вас есть Спасибо 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 Вот, вот там аптечку, справа Справа бери аптечку Правее иди Вот, да Отлично Круто Молодец Подпрыгивай Красава Молодец, я эту игру еще в 9 лет прошел Стержант бедняков Окей Вау, спасибо Документы есть у большинства людей на улицах города И в отличие от наших Они довольно легко их показывают Поэтому на всякий случай Носите документы с собой Потом не говорите, что я вас не предупреждал Вот за что я обожаю случайное знакомство на улицах Посмотрите на этого персонажа Этот парень просит сказать ему абсолютно любую дату, любой год А он, видите ли, скажет какой это был день недели Скажу год, чтоб мы, не дай бог, не перепутали Сатурдей Сатурдей 21 марта 1987 года была суббота Мама, ты наверняка помнишь Но сейчас я это все перепроверю Я проверил И знаете, что я проверил? Это В Коста-Рике нет интернета Я потом проверил И это был действительно правильный ответ Коста-Рика, кстати, самая развитая страна в этом регионе Ну, я имею в виду медицина, образование, экономика Намного лучше у Коста-Рики, нежели у других близлежащих стран И многие люди оттуда приезжают сюда за лучшей жизнью Больше зарплаты, естественно, все классно, ты кайфуешь Я вам даже больше скажу Коста-Риканцы за последние пять лет два раза выигрывали звание самой счастливой нации в мире θ marc парк Эста филис Эста филис Эста филис Эста филис Эстас Фелис! Ну! Эстас Фелис! Несчастливый! Хочу Бентли до сих пор на Сузуки, е**шу! Ола! Эстас Фелис! Эстас Фелис! Все! Теперь к странам, где официально меня опрокинули, добавилось Коста-Рика! Нельзя сказать, что местные живут в полном достатке, но им этого достаточно, чтобы быть счастливыми. Назовите, пожалуйста, три главные вещи, за что вы любите свою страну. Пляжи, вулканы и фрукты. И фрукты, да. Хорошо, а теперь три недостатка Коста-Рики. Страна все же немного дороговата, и зарплаты при этом не самые высокие. То есть, если знать английский, можно зарабатывать больше, так? Да, да. Я, например, работаю в колл-центре, и если знать только испанский, то можно зарабатывать около шести сотен долларов. Коста-Рика выгодно выделяется на фоне своих соседей, поэтому эти самые соседи с удовольствием сюда съезжаются подработать. За сколько поможешь пацанам? За 5 баксов поможешь ввести коробку? Вот этим? Да. Сколько даешь? 5 баксов. Леха, давай 5 баксов. Причем интересно, если это чуваки хату выставляют. Почему вы решили сюда переехать? Здесь было легче найти работу, здесь больше возможностей, плюс параллельно я учусь. А сколько нужно денег, чтобы здесь нормально жить? Около шести сотен долларов будет достаточно. Вы не будете шиковать, конечно, но этого вполне хватит, чтобы покрывать базовые расходы, квартира и еда. Сколько стоит снять здесь квартиру? Довольно дешево, от 100-150 долларов, в зависимости от места и качества. В аэропорту Ванкувера я прочитал немножко о Коста-Рике. И вот пишут, что, пожалуйста, ребятки, держите все при себе, осторожно, следите за карманами, даже днем, густо населенный город, бла-бла-бла, туда-сюда. Поэтому сейчас предлагаю провести эксперимент. Я на протяжении сегодняшнего дня, ну, надеюсь, буду носить в заднем кармане 50 баксов. Я вот кладу их прямо сейчас в задний карман и посмотрим, что из этого произойдет. Вы спросите, а почему же ты, Андрюша, не положил 100? Ну, во-первых, у меня нету 100 долларов, а во-вторых, даже если были бы, я хрен положил, потому что я жлоб. Эксперимент начинается. Еще одна особенность, которая бросается в глаза – на улицах полно полиции. Коста-Рика является единственным во всей Америке нейтральным государством. Еще в 1948 году здесь полностью отказались от содержания армии. С тех пор единственной силовой структурой в стране остается полиция. Можно ли сказать, что в Сан-Хосе опасно? Слушай, ночью? Ночью здесь может быть опасно. Особенно в этом районе, поэтому здесь всегда дежурит 4 наши машины. То есть, если бы вас тут не было, то было бы опасней? Да, если ты будешь гулять здесь ночью, то у тебя вполне могут сорвать цепочку или вытащить телефон. Такое случается. Добро пожаловать в Коста-Рику. Спасибо, что вы меня послали. Но факт остается фактом – уровень преступности здесь относительно низкий. Страна считается одной из самых безопасных в Латинской Америке. И наш эксперимент с 50 долларами в заднем кармане окончился – фиаско – бабки на базе. Я чист. Я все сбросил уже, я все чист. Но в такую утешительную статистику все сложнее становится верить с наступлением темноты. И вот сейчас вечереет, и вот таких людей, как этот парень, становится все больше и больше. Я пока прошел сейчас метров 50, ко мне два человека подошли и спросили, может быть тебе что-то, может кокаин, может быть траву покуришь, братик. Я вспоминаю разговоры с полицией, которые мне говорили, что небезопасно. Не то время, когда камеру вот так вот носить и в нее говорить. Лучше оберну я ее пакетом, пускай все думают, что я говорю в пакет. Наркотики в городе явно есть. Все-таки страна находится на перешейке между главными производителями и самыми крупными рынками сбыта, типа США. Но местные говорят, что уровень наркомании в разы ниже, чем у соседей. И еще, друзья, вот у нас отель прямо в центре. Мы его сняли для того, чтобы было удобно выходить и снимать в центре, в столице, чтобы недалеко все находилось. Но не снимайте гостиницы прямо в центре, опять-таки из-за того, что вечером тут очень даже небезопасно. Тем более, если вы с детьми, снимайте подальше, вот где-то километров пять, шесть, девять от центра. Пошли Бедняковы – это абсолютно интерактивный и живой проект. Когда вы меня посылаете, я не успеваю толком подготовиться, поэтому мало что знаю о той стране, куда отправляюсь. Часто для меня становятся шоком некоторые факты. Например, то, что в Коста-Рике легально проституция. Рост секс-туризма вынудил власти легализовать проституцию и ввести добровольную регистрацию работниц этой сферы. Проституткам выдают специальное удостоверение и предоставляют возможность бесплатного медицинского обследования каждые 15 дней. Кто-то из них работает в три барах, например. Вход туда стоит в среднем 5 баксов. Получаешь бесплатное пиво и смотришь на танцующих девочек сколько хочешь. При желании приглашаешь к себе в номер. А кто-то работает просто на улице, чтоб не делиться прибыли. По городу разбросаны публичные дома, замаскированные под массажные салоны. А иногда даже и не замаскированные. Привет, не хочешь массаж? Массажик? Ух! И почем нынче массаж? 100 долларов. 100 долларов? Да, 100 долларов. Лучший оральный массаж в городе. Окей, массаж. О, фантастик. Мы будем думать, мы будем думать. И пока я тут для вас собирал информацию, что почем, я узнал, что особое место в этом бизнесе занимают трансгендеры. Привет. Какая цена? Привет. Орально 40 долларов. Да, друзьяшки, все эти куртизанки это мужчины, которые сделали себе грудь. Кто-то принимает гормональные препараты, кто-то оставил себе первичные мужские половые признаки, а кто-то готовится к операции, чтоб от них избавиться. Стоит отдать им должное. Как бы странно это ни звучало, в большинстве своем они выглядят намного ухоженнее, чем обычные девочки, работающие на улице. С наступлением вечера, особенно в выходные, казино, бары и рестораны заполняются работницами этого нелегкого жанра. Найти партнера по вкусу не составит труда. Но, ребятушки, помните, пожалуйста, даже если лихая занесла вас в этот омут, будьте осторожны. Вокруг этих девочек всегда крутятся плохие мальчики, которые не прочь впарить или подсунуть вам наркотики, чтоб вы окончательно потеряли бдительность и отдали им все, что у вас есть. Ну что, пришло время узнать, куда вы меня послали в Коста-Рике. Ваш первый выбор – заброшенная тюрьма на острове Святого Луки. С 1873 по 1991 год Сан-Лукас использовался как остров-тюрьма для наиболее опасных преступников Коста-Рики. Поэтому логично, что находится тюрьма не в центре столицы. Так, мы приехали в провинцию Пунта-Ренос. Такая рыбацкая деревушка. Очень сильно штыняет рыбой. Прям хорошо. Привет, братан. Ну прикольное такое, колоритное местечко, в котором я бы не остановился, скажем так. Прямо сейчас мы прыгаем в маленькую лодочку и плывем на остров Сан-Лукас. А, собственно, на этом острове Сан-Лукас находится та самая заброшенная тюрьма, которую вы выбрали. До острова плыть около часа. Всегда кайфово узнавать, что сопровождающие тебя в таком путешествии люди ни слова не говорят по-английски, а ты ни слова не говоришь по-испански. Ну, а по-испаньону, но инглэш. Жоль. Компашка собрана удачная. Капитан нашей лодки спрашивает. Ребят, ну говоришь, что на испанском быстро. А мы ему, нет, братан, типа, ноуабло, вообще испаньон. Такая пауза, и он, ха! Мол, все, жопа вам, сейчас, сейчас я вас завезу. Я не понимаю ни хрена. Давай, сделай все, что хочешь, я тебе верю. Смотрите, как круто. Они обожают такие места. Вот рыбацкие деревни, есть в них кайф. Даже если убрать вот этот вот запах рыбы, который многим не нравится. Ну, посмотрите, как колоритно. Эти ржавые большие корабли. Эти рыбаки, которые перетаскивают сетку с места на место, достают рыбу. Этот огонь. Ну, классно, очень круто. А вы не проголосовали в Ванкувере? Я, правда, не уверен, что там была бы такая деревня. Прямо сейчас наша лодка превращается в кабрик. Это очень удобно. Мы снимаем крышу и, как мажорчики, такие малолеточки на дискотеку, летим на своей лодке без крыши. Ли-ха! Я и моя команда, которая друг друга не понимает, подплываем к острову, который буквально пропитан мистикой. Ladies and gentlemen, please welcome San Lucas! San Lucas! Это леди и джентльмены! Ну, пойдемте! Мистика! У-у-у! Три мист하고 эргири и н рассказARD! Мы hoo, Aлив. Я говорю белый Johann NCулю Sand. У-у! Мыized наdensиево Мин. Субтитры делал DimaTorzok Вид на водичку, пальмы, аллея славы, елки-палки Тюрьма была основана местным диктатором Томасом Гутьерресом Ссылка сюда считалась самой страшной мукой Заключенных пытали Условия содержания были самыми бесчеловечными И люди гибли от изнеможения и тропических болезней Говорят, что в среднем заключенные выживали здесь около пяти лет Прямо сейчас мы с вами наблюдаем за побегом Особо опасный преступник Хуан Очень быстро покидает территорию тюрьмы Нужно спрятаться, иначе он увидит, что мы заметили И убьет всех свидетелей Ребята! Все! Он сбежал! Можем дальше продолжать наш тур О, его, смотри А-а-а! Это я не ссык, он просто летучая мышь Кстати, здесь на острове 8 видов летучих мышей Ребятушки, 8, 8 Их полно, вон они все летают Могу вам сказать, что многие любители мистики Приезжают сюда, на этот остров Для того, чтобы с помощью камер Запечатлить существование вот этих вот сил Потусторонних привидений Здесь много видели Ведь очень много душ Которые так и не нашли покоя Я имею ввиду убитых Убитых заключенных или служащих тюрьмы Лех, твое место Даже индейцы древние, они считали, что Вот этот остров, он заселен душами их умерших предков А после того, как сделали здесь тюрьму Ну, представьте, сделали тюрьму Начали свозить еще сюда особо опасных заключенных Причем здесь над ними устраивались пытки, убийства всевозможные Свидетелей, духов и привидений стало намного больше И... Ну нахера ты это делаешь? Сохранившиеся сооружения на острове считаются Объектами культурного наследия Остров охраняется и даже проводятся Реставрационные работы Поэтому за тот самый удар по двери От испуга мне дали замечание А это, я так понимаю, камеры, да? Ну, похоже Сейчас это место жительства летучих мышей Каждая камера вмещала в себя неограниченное количество узников О комфорте осужденных никто и не думал заботиться Если на полу еще есть место Значит, камеру можно заполнять Смотрите Бэтмен в городе Я Бэтмен А ты Робин Хотя, глядя на твои кожаные штаны латексные И плетка в руках Ты женщина-кошка, Лешка Женщина А ты еще и в тапке с... Здравствуйте, можно мне рис и сливовый компот? Да, конечно Мне и пятерым товарищам еще Мы вот там сидим Лет семь И столько же будем Заходите Мне повезло побывать во многих тюрьмах Самое главное, по собственному желанию Но в этой как-то особенно веет одиночеством и безнадегой Так вот выглядит второй этаж И здесь уже Кто-то ремонт себе начинает делать Ух ты Ух ты Это и прикольно И пипец как жарко Фух, тень в камеры Если подумать То заложниками этого острова Становились как заключенные Так и охранники Разница Была только в одежде Которую они носили Попавшие сюда несчастные Пытались оставить после себя Хоть какой-то след Понимая, что могут отсюда уже никогда не выйти Поэтому все стены Изрисованы именами Датами Религиозными цитатами Нацистскими символами И порнографическими картинками Сами понимаете Компашка здесь была Самая разношерстная Причем с фантазией у ребят Все было прекрасно Я прям сфоткаю себе такое Может пригодится Это, кстати, единственная камера Во всей тюрьме Где был вай-фай Уголок с вай-фаем Кстати, сейчас и выставлю голосование заодно Так Черепахи Или крокодилы Нужно признать Место пропитано Особым духом Автоматически Начинаешь двигаться И говорить Как можно тише Как бы побаиваясь Разбудить что-то потустороннее В это можно, конечно же, не верить Но раз вы такие смелые То пошлите сюда Не только меня Но и себя Здравствуйте Это полиция юмора Отделение приколов Соедините, пожалуйста Андрей Бедняков Скажите, можно забрать Человечка в тюрьму В тюрьму юмора Как бы юмора вообще нет А он читает, что у него есть Приколы слабые Леха зовут Хорошо, лет на 40 Все, ждем В шортах Вместо футболки Да Классное место Неплохая тюрьма Но, как и из любой тюрьмы Рано или поздно нужно уходить Погнали, парни Или, как говорил классик Хосе У нас труп Возможен криминал Спокойно Я не удивлен Что огромным черепахам Вы предпочли Еще более огромных крокодилов Они хотя бы Могут меня сожрать Вы же на это рассчитывали Правильно? Ну что, я приехал на крокодилов Жарко, ребята Я ненавижу эти джинсы Я хочу их снять Я давно так не хотел Снять штаны Вот полностью раздеться И ходить Но, все-таки Воспитание не позволяет Ну, вдруг крокодилы Не поймут Не понравится Вместо штанов Пока что я снял лодку Вы тоже с легкостью Можете это сделать За 200 долларов Ну, либо в составе группы По 30 долларов с человеком В любой точке страны Вам обязательно Предложат тур на крокодилов И несмотря на всю Попсовость Поверьте Это того стоит Конечно В такие моменты Завидуешь самому себе Вот правда Такие некрасивые слова А вот едешь Я все это время Вот сейчас смотрел По сторонам Пытался Пытался сфотографировать Пытался запомнить глазами И вот я хотел Максимально Все Рассмотреть Чтобы как можно дольше Помнить вот эту красоту Посмотрите на эти деревья Посмотрите на эти облака Эти птицы Сейчас еще увидим крокодилов Невероятное сочетание воды Гор Облаков Просто круто Путешествуйте Так что бегите домой Если вы на работе Разбивайте копилку Покупайте билет И едьте сюда Жду вас В Коста-Рике обитает Одна из самых больших Популяций крокодилов В Америке Они активно Привлекают туристов Поэтому неудивительно Что вокруг местных обитания Образовывается инфраструктура И даже небольшие деревни Как много крокодилов Здесь обитает? Ну, согласно статистике Например, National Geographic Здесь живет около Тысячи особей Да, тысяча А они могут напасть на лодку? Могут Если захотят, то нападут Такого еще никогда не случалось Но, например, в Африке Люди гибнут таким образом Но в Коста-Рике Такого еще не было А какой самый большой? Самый большой Усама бин Ладен Усама бин Ладен Его так зовут Потому что Его очень сложно найти И он постоянно прячется Он примерно Пять с половиной метров в длину Ничего себе Так громко Я сейчас представляю себе Пять с половиной метров Ну, мне кажется Это большой крокодил Пять Да, это большой крокодил Здесь он Альфа-самец Он хозяин этой реки Вся река Это буквально Его территория Иногда он приходит Вверх по течению И вот когда он приходит Вверх по течению То все остальные особи Прячутся Ага, вау Он альфа-самец Вот так вот Ну, так же, как и я Если где-то появляется Все сразу разбегаются Но видят, что альфа-самец пришел Усами бин Ладену Около 50 лет Для крокодила Это средний возраст То есть Ищем разведенного крокодила На красном кабриолете Но, учитывая, что крокодила Могут провести под водой Без воздуха Более двух часов Далеко не факт, что мы встретим Усаму А пока знакомьтесь Леди Гага Молодая мать 43 детей Она знает, сколько у нее детей? Конечно Они родились неделю назад Прямо там Вылупилось 43 Да, но их может быть и больше Бывает от 60 до 90 яиц Здесь их осталось около 40 Но в конечном итоге Выживет только один Вот интересная штука 43 где-то Ну, они говорят Мы считали где-то 43 И только один Из этих 43 Станет взрослым Настоящим крокодилом Крокодил Вот Леди Гага Собственно Ну, не вот это в красной футболке А, собственно Крокодильчик Который там внизу Она Ну, как и другие крокодилы Может охранять своих детей И быть со своими детьми Только на протяжении первых трех месяцев Потом дети Уплывают Потому что Мать Может потом поедать Своих детей Мама Спасибо тебе за то Что ты Не Леди Гага Минутка Википедии Будущий пол крокодила Определяется Температурным режимом Гнезда В период инкубации Все Продолжаем дальше Втыкать на мелоту Боже, ребята Это нереально круто Я думал Что только дети Могут такому радоваться Ни хрена Мне 32 года А я бородатый упырь А я себя сейчас Просто Я кайфую Интересно Если бы Эта Леди Гага Откусила кусочек Брэдли Купера То было бы Так же весело Ее тролли В комментариях В инстаграм Живая природа Класс Спасибо вам За то Что выбрали крокодилов На черепахах Мне кажется Я бы так не кайфовал Кто тут еще У вас есть? Есть Моника Левинский Хилари Клинтон Джей Ло Да Дженнифер Лопес У нее еще Очень большой хвост Майк Тайсон Майкл Джексон Майкл Джексон Он здесь У него нет части носа Поэтому мы его так назвали Джастин Бибер Джастин Бибер Его так зовут Потому что мы пока не знаем точно Это самец или самка Анджелина Джоли Брэд Питт Они не вместе живут? Нет Они недавно разошлись Местный вид крокодилов Один из двух в мире Которые могут обитать В соленой воде Поэтому изредка Они могут заплыть на пляже Не так давно крокодил Напал на серфера Тот остался жив Но серьезно повредил ногу Так, впереди Дональд Трамп Дональд Трамп? Да, все верно Дональд Трамп У него такая же прическа? Нет, мы его так назвали Из-за большой головы Большого рта Но маленького мозга И будьте осторожны С руками И не высовывайте их Он построил стены Окей, а он быстрый? Да, очень Спасибо Слышишь, куда ты меня подойди ближе? Сам подойди ближе Летучих мышей я обосрался А тут мне подойди ближе Слышишь? Ящерец тупая Ящерец тупая Это ты, Леха Ящерец тупая Крокодилы могут не есть вплоть до года А иногда, чтобы помочь пищеварению И заодно контролировать плавучесть Глотают камни Так, Леха У тебя категория открыта На вождение лодками Если что Потому что мне кажется Тут может быть все что угодно Сейчас мы лишимся одного парня Блин, как это круто Это просто бипец Ребята Это живая природа Жевать эти ребятки не могут Поэтому глотают добычу целиком А чтобы откусить часть туши Хватают жертву И вращаются вокруг своей оси Поэтому пока нашего капитана Не покрутили Будем двигать отсюда Дамы и господа Вашему вниманию предлагаются Очень смелые лошади Либо смелые Либо бухие Вот которые просто Не боятся крокодилов Кто? Крокодилы! Срать мы на них хотели Чхали мы на ваших крокодилов Что они нам сделают? Пойдем пить воду Купаются, пьют воду Веселятся, резвятся Как бы сейчас сказал Дональд Трамп Ну тот крокодил Это была пародия Дональда Трампа Из Коста-Рики Хотите заказать себе на день рождения? Звоните Вот здесь телефон Как сказал мне мой гид Местные ничего не могут поделать Животным где-то нужно пить воду Поэтому фермеры морально готовы к тому Что однажды Они не досчитаются лошадки Или коровы Да, это был Дональд Трамп Корова шла по берегу Прямо возле края Потому что была низкая вода Мы были примерно На таком же расстоянии Как сейчас Когда увидели Как Дональд Трамп Выпрыгивает из воды И хватает корову Он исчез под водой Минут на пять, наверное Прямо с коровой в зубах Потом он снова появился на поверхности Корова по-прежнему была в зубах Но, понятно, уже утонула Он спокойно вылез с ней на берег И стал ее пожирать Наблюдать животных в естественной среде обитания Всегда огромное удовольствие И Коста-Рика ценит это свое богатство Защищая дикую природу Всеми доступными способами Около 27% площади страны Находятся под охраной И являются заповедниками Ну а животные защищены понадежнее туристов Поверьте, даже если вас сожрет крокодил Это все равно того стоит Прекрасный день Посмотрите на этот закат Мы едем в гостиницу Уставшие Мокрые Но довольные Были крокодилы Была тюрьма Разнообразный день Мы еле все успеваем Но спасибо вам большое за вашу активность За то, что вы меня посылаете Посылайте меня дальше Посылайте меня глубже Посылайте меня жестче До завтра Костовика Пусть и маленькая страна Но показала нам себя на очень большой выпуск Поэтому, чтобы вы не устали, мои хорошие Мне пришлось разделить его на две части Вот это вы увидите во второй части Будет мощно Подпишись, чтобы не пропустить Целую Ваш Андрюшка